Магазин VipTime.ru представляет обзор функционала наручных часов с калибром YM8J. Из функций данной модели присутствует мировое время в верхнем циферблате. Внизу отображается день недели. Также эта стрелочка выполняет роль индикатора режимов работы. То есть сейчас день недели показан. Если нажимаем нижнюю кнопку, то есть она переключает часы в режим хронографа. Хронограф с максимальным временем измерения 24 часа. То есть вот сейчас у нас верхняя стрелка этого циферблата встала вверх. Так, нажимаем. Вот пошел отсчет минут. То есть пройдет минута, верхняя стрелка сдвинется на одно деление. Это будет означать, что прошла одна минута. Ну и так до 24 часов. Также верхняя кнопка останавливает. Нижняя сбрасывает его в исходное положение. Нажимаем дальше нижнюю кнопку. Часы переходят в режим таймера. То есть вот, она показывает сюда. Таймер отображается в верхнем окошке. То есть сейчас у нас таймер стоит буквально на 10 минут. Чтобы установить время таймера, нужно выкрутить заводную головку. Сделать один щелчок. То есть это нажатие верхней кнопки крутит ее против часовой стрелки. Нажатие нижней кнопки крутит по часовой стрелке. То есть вот мы сейчас держим ее. Вот, например, сейчас мы можем запустить таймер на 6 часов. По истечении 6 часов часы сдадут звуковой сигнал. То есть закручиваем обратно заводную головку. Нажимаем верхнюю кнопку. Все, получается, секундная стрелка идет в обратном направлении. Ну и также эти часы верхние будут идти в обратном направлении. Сейчас рассмотрим, как работает будильник в данной модели. То есть вот сейчас у нас индикатор стоит таймер обратного отсчета. Нажатием нижней кнопки переключаемся к следующему режиму. Вот. Аларм. Внизу. То есть верхняя кнопка включает, выключает его. То есть вот это мы переключаемся между включением и выключением. Так, допустим, включили. Теперь, чтобы установить будильник, нужно выкрутить заводную головку. И выдернуть ее в первое положение. То есть сейчас у нас стрелка показывает часовой пояс карачи. То есть это наш домашний часовой пояс. То есть для установки будильника, выдернули ее сначала нажатием верхней кнопки, нужно выбрать часовой пояс, по какому времени будет работать будильник. То есть нажимаем верхнюю кнопку. Например, поставили Гонконг. А теперь нажатием нижней кнопки нужно установить время, в какое должен сработать будильник. Это время будет именно по часовому поясу Гонконга. То есть ставим, например, там в 6 утра по гонконгскому времени. Все, заводную головку задвинули, закрутили. Все, теперь в 6 утра по Гонконгу прозвенит будильник. Перед началом использования часов рекомендуется выставить синхронно время на верхнем циферблате и на основном циферблате. Для этого выкручиваем заводную головку, вдергиваем ее в первое положение. То есть сейчас нажатием верхней кнопки мы выбираем часовой пояс, который является для вас домашним. В нашем случае часовой пояс этот Карачи. Вот сейчас отображается Карачи. Вот и если время вот тут не совпадает с временем действительности, его можно синхронизировать. То есть нажимаем нижнюю кнопку. Вот и сейчас получается установка вручную. Сейчас у нас 15, 38. То есть ставим, нажимаем, держим до 15, 38. Так, 12, 13, 14, 15, так, 38, ой, 48. Так, вот все, теперь выставили. То есть все правильно. Тут у нас 15, 38. И тут тоже 13, 14, 15, 38. Вот в чем заключается функция мирового времени. Нажимаем на верхнюю кнопку буквально на полсекунды. Вот, то есть они отображают, а мы здесь время выставили на Дубай. То есть нажимаем, и теперь также нажимаем верхнюю кнопку. Выбираем тут любой часовой пояс. Вот, и верхний циферблат показывает время в этом часовом поясе. То есть опять нажали на полсекунды. Раз, нажимаем краткими делениями. Здесь меняется время. Вот, в принципе, и все.